Добрый день, уважаемые друзья! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ведущий журналист Рустам Вафин. И в гостях у нас сегодня директор Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета, проректор по направлению науки о земле КФУ Данис Карлович Нургалеев. И еще другой наш гость Виталий Иванович Лозо, фрирайтер. Я потом обязательно спрошу, что это такое, потому что для меня это слово достаточно новое. Альпинист, обладатель звания «Снежный барс». Мы для наших телезрителей тоже потом попросим рассказать, что это за звание. Кинопродюсер, режиссер, документалист. Человек, увлекающий себя, видимо, экстремально видимо спортом, я правильно понимаю? Да, все верно. И очень интересный человек. И на самом деле сегодня Данис Карлович у нас бывал в студии в качестве гостя, но сегодня на самом деле Данис Карлович тоже хозяин, потому что Данис Карлович, именно он, пригласил Виталия Ивановича в нашу студию. И я надеюсь, что Данис Карлович, что мы совместными усилиями наши гости разговарим. Данис Карлович, давайте начнем с вас. Расскажите о вашем госте. Почему он здесь? Понимаете, вот действительно вопрос такой, а почему это вот сегодня Данис Карлович и Виталий Иванович тут сидят, да? Что между ними общего, да? Дело в том, что Виталий Иванович и я в ноябре прошлого года и еще четыре человека с нами, мы были в антарктической экспедиции в ноябре. Вот что нас с ним объединяет, да? Мы с ним познакомились в прошлом году буквально во время тренировок, наших тренировок на Эльбрусе, потому что нужно было к этому готовиться, значит, к этой антарктической экспедиции, потому что действительно это особенная экспедиция, на самом деле. Это вообще особенная экспедиция. Следующая это уже Луна там, наверное, да? Вот, что-то такое. Вот, поэтому Виталий Иванович сегодня здесь. Он очень интересный человек, потому что я в этой экспедиции был единственным не альпинистом, я был единственный профессор, как бы там типа Паганели, да? Что-то такое. А эти пять человек, они были альпинистами, бывалые люди. И, конечно, вот среди них Виталий Иванович, наверное, был совершенно особенный, потому что кроме того, что он еще и был альпинистом и помогал мне выживать там, он еще и снимал фильм про эту экспедицию. Я так понимаю, ваш приезд в Казань, это отчасти связано со съемкой, досъемом этого фильма. Правильно я понимаю? Конечно. Вообще, всем здравствуйте. Это мой первый визит в ваш славный город. И прежде всего, я бы хотел сказать, что прямо от души, от всего сердца, сказать о своих впечатлениях. Город прекраснейший. Я очень много было наслышан, что Казань – город красивый. Я уже как-то рисовал себе картинку, но реалии превзошли ожидания. Какое вам место больше всего понравилось, Казань? Где случилось ваше ВАУ? ВАУ, да это даже и кукольный театр, и Кремль. Где бы мы ни были за эти два дня, университет – это фантастика просто какая-то. Очень много красивых, интересных мест. И, кстати, и кафе с общепитом очень хорошо тоже в Казани. В общем, мне очень понравилось. А на самом деле, Данис Карлович правильно говорит, нас объединяет наша экспедиция, которая была в прошлом году. И этот приезд в Казань связан не с отдыхом, не с туризмом, назовем это так, а с продолжением работы над кинокартиной. Сейчас у нее рабочее название «Антарктида. Послание из космоса». Рабочее. Возможно, после того, как картина будет закончена, завершена, будет уже дано другое название. Посмотрим. Но часть материала, которая необходима для завершения картины, необходимо было доснять здесь, в стенах Казанского федерального университета. Непосредственно в музеях. Потому что здесь выяснилось, я вот к своему стыду признаюсь, что я не знал этого факта, что ректор Казанского университета Симонов был участником, единственным научным сотрудником, ученым на борту шлюпа вместе с Белинсгаузеном. Властокомерный, по-моему. Да, тот самый поход, когда была открыта «Антарктида». Да-да-да. Не приехать и не снять об этом материал, было бы ошибкой. Данис Карлович, вы обмолвились, что Виталий Иванович Лозо и его коллеги, профессиональные альпинисты, профессиональные люди, которые занимаются экстремальными видами спорта и выживания, в антарктической экспедиции занимались тем, что обеспечили ваше выживание. Ну, в том числе, я уже так сказал, действительно, вы знаете… Допомню вопрос. А чем занимались именно вы, профессор Паганель в этой компании? Ну, да. Ну, во-первых, конечно, у меня было очень много целей в этой экспедиции. Вот, наверное, на двух руках, пальцев, наверное, так не хватит даже, да? Во-первых, это была моя мечта, конечно, да? Во-вторых, это было мне понять вот те книги, которые я прочитал про этих людей, которые там были. Ну, это вот такое, как же, общечеловеческое такое, да? Бороться искать, найти и не сдаваться. Да, и вот, понимаете, а как эти люди там жили? Как они вот это все, значит, покорили? Как это они смогли? Ну, это я могу сказать так. А вот с точки зрения науки, действительно, в Антарктиде очень много интересных научных проблем, которые связаны буквально непосредственно с моей вот настоящей научной деятельностью сегодняшней, да? Во-первых, это метеориты. Мы об этом еще поговорим. Вот, в Антарктиде есть метеориты. Это особое место, где есть метеориты. Их там много, да? Их там много, да. И второе, то, что в Антарктиде есть лед, который как осадочные породы запомнил историю, историю климата Земли за последние там много десятков, сотен тысяч лет. И плюс ко всему, в этом льду есть пузырьки газа, атмосфера, то есть древняя атмосфера, которая была в то время, когда вот этот лед образовался. Если эти пузырьки вскрыть, то можно увидеть, сколько там углекислого газа, метана, тех самых парниковых газов, которые сегодня очень всех волнуют. В связи с изменением крема, да? Углеродный след, говорят, да? Секвестрация углерода. Вот эти все слова, это вот к Антарктиде. То есть понять, сколько там сотен, десятков тысяч лет тому назад, какая была атмосфера на Земле. Это вот хранится в тех архивах ледяных, которые есть в Антарктиде. И, конечно, там много проблем, на самом деле. Вообще геология Антарктиды не так здорово изучена. Во-первых, потому что тут доступное место. А во-вторых, это потому что большинство горных пород, которые слагают Антарктиды, находятся глубоко подо льдом. Толщина льда достигает 3 с лишним километра. То есть, чтобы достать какую-то породу, нужно пробурить такую большую скважину глубокую. Но мы стояли вот на месте, где были горы. Это был массив Вальтата, горы Михеева. Там была гора. Мы прямо около горы стояли. И мне можно было пойти к этой горе, взять эти камни. И плюс еще одна проблема была связана с тем, что вот я занимаюсь изучением озер. По озерам мы восстанавливаем изменения климата. В Антарктиде тоже есть озера. Они разные. То есть, есть озера, которые глубоко подо льдом находятся. Где хранится биосфера, которая находится в неизменном состоянии, последние миллион лет, например. То есть, если мы достанем что-то оттуда, это вот миллион лет, ну почти миллион лет, не контактировало с современной сегодняшней биосферой. Это вот реликтовая биосфера. То есть, эти бактерии, вирусы, эти биологические объекты, они все захоронены там. А есть другие озера, которые находятся на оазисах, в таких местах. Там тоже есть оазисы. То есть, места, где нет льда. Где есть горы, там тепло уже. Ну, как правило, они ближе к берегу находятся. На одном из таких оазисов, Шумейхера, находится Новолазеровская станция. Станция Новолазеровская. И там есть озера, которые летом растают. Это настоящее озеро. И там происходит накопление осадков. Ветер приносит пыль какую-то, она осаждается. И мне было очень интересно посмотреть, реально самому увидеть, что это за озера. Можно ли их изучать. Я считал статьи, которые описаны на этих озерах. Вот я их увидел сам. Денис Калович, вот перед нашим разговором в студии, вы сказали одну вещь, которая на самом деле поразила мое воображение. Вы сказали про метеориты. Вы сказали, что поверхность Антарктиды усеяна метеоритами. На льду нет другой почвы, кроме как занесенной из космоса. Ну да. То есть, это так, действительно? Вы знаете, это, конечно, мечта искателей метеоритов. И действительно, вот в Антарктиде есть места. Представляете, я же говорил, что лед там три с лишним километра льда. Вокруг никаких гор нет. На сотни километров ни одной горы нет. И вот вы идете по этому льду, и вдруг видите, там лежит камень. Что это за камень? Откуда он взялся? Он, конечно, упал с неба. Понимаете? Там большой камень. Его не могло принести ветром. Здоровый такой камень лежит там. Или несколько камней там, да? Дело в том, что в некоторых местах это именно так и есть. Но кроме того, этот лед еще движется. Он еще ползет тихонечко. И вот метеориты падают, падают, они ползут, ползут. И в каком-то месте, где лед останавливается или начинает тормозиться и начинает таять, там есть некое скопление, такая полоса, где вот лежат эти метеориты. Такие места в Антарктиде спрогнозированы. И они, в принципе, более-менее известны. Вот мы тоже хотели попасть в такое место, но, к сожалению, одна из проблем Антарктиды – это наличие трещин. Трещина – это самая опасная вещь, которая в Антарктиде есть. Вот лед, ледник, там вроде снег такой лежит. И вы можете попасть в трещину, из которой выбраться уже очень сложно, если у вас нет специальных специалистов. Вот у меня были, специалисты у нас были. И специальное оборудование. И когда мы садились на самолете, искали площадку для посадки, вот в том месте, куда мы рассчитывали сесть, там были сплошные трещины. И мы сели немножко подальше от этого очень вкусного места, где было много метеоритов. Ну, вам довелось потрогать антарктические метеориты привести с собой? Да. Виталий Иванович, я еще раз вопрос хочу задать этот, о том, что вы обеспечивали безопасность нашего дорогого Данис Карловича. Были ли ситуации, когда вы действительно обеспечивали безопасность? Там, стой, туда не ходи, стой, там, ну, я не знаю, что значит обеспечить безопасность в Антарктиде? Да, я начну с того, что это была уже вторая моя экспедиция в Антарктиду. Первая метеоритная экспедиция, российская, была в 2015 году. Тогда я получил приглашение от Уральского федерального университета участвовать с целью обеспечивать безопасность. И как тогда ученые сказали, что проще из альпиниста-профессионала сделать ученого, чем из ученого сделать высококлассного альпиниста. Ну, и мы приступили, ну, это было, конечно, жутко, но, тем не менее, с некоторой долей правды. Потому что мы приступили к изучению общего материала, как осуществлять поиск на самой ранней стадии. Вот, и к этой экспедиции мы подошли уже, ну, несколько подготовленные. Я имею в виду, с научной точки зрения, в каких местах искать, как они выглядят, метеориты. Ведь наш коллега в составе нашей команды был космонавт Сергей Кутсверчков. Будучи еще на орбите, ровно год назад это было, по-моему, да, где-то в марте был Сергей на орбите. Он делал снимки как раз от Антарктиды, того района, где мы будем. И вот по этим снимкам мы определяли районы голубого льда. Это те самые места, про которые Денис Карлович говорит, где лед вытаивает и где на поверхность лед выносит метеориты. Вот, и когда подошли уже к экспедиции вот прошлого года, то, ну, был накоплен опыт определенный. Именно пребывание в Антарктиде вот этой специфики. Мы провели в сентябре месяце тренировочный сбор на Эльбрусе. Основной задачей была, это отработка навыков и практики спасения из трещины. Первое, как работать с альпинистским снаряжением, с оборудованием, ну, не дай бог что-то, если случится. Второе, это просто нам сработаться. Шесть человек, все уже взрослые, все разные. И вот просто пообщаться, поработать вместе, ну, так скажем, почувствовать плечо и локоть друга. Вот. А я вам скажу, что в таком автономном мероприятии, какое было у нас, ну, это очень важно. Вот. И когда уже экспедиция пошла у нас полным ходом, ну, у нас случилась была одна история, которая продлилась несколько дней. Ужасный шторм, силы, ветер был, ну, скоростью порядка 30-35 метров в секунду, очень мощный. И у нас завалило палатку. Это единственное жилище, которое у нас было в автономке. Вот. И мы двое суток боролись с ветром, боролись, пытались, ну, и отремонтировали, в конце концов, наше жилище. Создавали какое-то жизненное пространство. Потому что в тех условиях, ну, оказаться без жилья, без палатки, без какого-то вот, пусть небольшого, но помещения, где свободного от ветра, чтобы можно было элементарно воду добыть, еду изготовить, ну, невозможно. Это лето, мы были летом антарктическим, но температура минус 35, круглосуточно. Обогревательных приборов нет. Сколько продлилось проживание в таких экстремальных условиях? Сколько дней вы находились? Вот при минус 35 на… Около 10 дней, да. 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 Для вас, я не скажу, какой был самый сложный момент? Ну, самый сложный… Тогда почувствовал, что такое, по-настоящему Антарктида? Ну, наверное, через несколько дней. Потому что, ну, во-первых, я не альпинист. Во-первых, там высота 2 200 сразу. Вот точку, куда нас саморад сбросил, где мы жили в палатке, высота была просто 2 200. Для простого человека, который в горах не ходит, 2 200, я думаю, для многих это начало горной болезни уже, да. То есть, если там будете жить, спать там, то многие из простых людей, которые не тренированы, они почувствуют сразу вот… Например, мое ощущение общее заключалось в том, что я, в принципе, у меня не было глубокого желания спать вообще. То есть, вот все это время я не спал, как вот в обычном, говорят. Вот я ложился, какое-то забытие такое уходил, я все слышал, там мне было понятно, слышно, ветер там дует, там еще что-то. Ну, наверное, на какие-то моменты я провалился где-то, сон какой-то. Вот это. И потом, конечно, горная болезнь, все симптомы там, да, с головными болями там, может быть. Ну, у меня такого не было, но, в принципе, то, что вот холод, постоянный холод. То есть, вы, у вас нет шанса где-то согреться. Только вы сами себя только можете согреть. У нас, конечно, была хорошая одежда, хорошая, значит, обувь, комбинезоны, то есть, варежки, все. Я вот первую ночь, я лег спать, разделся, как человек, да, посмотрел, ребята, как делают, значит, разделся, лег спать. И минут через 15 понял, что я замерзаю. У меня все замерзает. Мне пришлось вылезти, переодеться, одеть комбинезон, и в комбинезоне залезть уже в спальник. Понимаете? То есть, температура вот, вот, минус 35, и, как бы, оказалось, что, ну, немножко, может, моя одежда была влажная, слегка. Нельзя. Лучше вы разденьтесь полностью, переоденьтесь в сухое и залезайте. То есть, если ты начал мерзнуть, нужно уже все менять одежду обратно, значит, и обратно согреваться и вот залезать. Вот это, конечно, буквально первые дни я понял, что такое Антарктида. То есть, я думал, да, действительно, это ужасное место, но не думал настолько ужасное. И для меня, конечно, вот было понимание того, а как эти люди, значит, там сотни, больше сотни лет тому назад, попытки там такие были, да? Антарктида. Антарктида. Альпинизация, перелет. И уже высоко находимся. И холодно, реально холодно. И вот утром я спрашиваю, Данис Каравич, ну как вы поспали? Как сон у вас был? Я вообще не спал совершенно. Виталий Иванович, вот я сейчас хочу, у вас большой опыт в экстремальных видах спорта, альпинизме. И прежде чем задам этот вопрос, чем отличается пребывание в Антарктиде от других экстремальных мест, где вы побывали, я хочу, чтобы рассказали немножко о себе, о таких своих сторонах, фрирайд, фрирайдер. Да, правильно называется это фрирайд. Фрирайд. Что такое фрирайд? Фрирайд это, ну это катание вне трасс. Многие сейчас очень модно заниматься горными лыжами. Люди ездят кто-то в Альпы, в Красную Поляну. И люди катаются по трассам, специально уже подготовленным. А фрирайд это катание вне трасс, то есть за пределами курортов. Ну вот кататься на трассе мне уже давным-давно не интересно. На горные лыжи меня папа отвел в шесть лет. Когда привел причем в спортивную школу, тренер посмотрел на меня и говорит, почему такого старого привели? Я так обиделся в трассе. И тогда уже брали в спортивную школу и брали с двух лет. А я шестилетний уже старый был. Вот и тогда вот я первый раз встал на горные лыжи. И вот уже давно уже, наверное, лет двадцать как трасса мне совершенно неинтересно. Это толпы народу, много людей. Ну и вообще по трассе кататься скучно. А когда ты выходишь на дикие склоны, то есть с гор спускаешься, это всегда челлендж, это интересно. Туда еще надо забраться и там нет никого. Вот это привлекает. Ну определенный риск. Но риск дело такое. Это очень, ну относительно. Ведь если на дорогу выйдет водитель, который вообще не умеет ездить, рискованно будет. Да, рискованно. Ну а если там с опытом три года, риск меньше будет. А если опытный водитель, риск еще меньше. Да, здесь то же самое. И мне вот сам фрирайд нравится чем? Ну во-первых, я ленивый. Я не хочу спускаться с горы пешком. А на лыжах ты удовольствие получаешь. И нет у тебя вот этого изнурительного спуска вниз пешком. Самые интересные маршруты фрирайда, которые вы проделали? Но я фрирайдом занимаюсь не простым. Потому что есть много гор, где в России, за рубежом в основном фрирайдеры спускаются, катаются. У меня есть проект, называется он «Фрирайд в зоне смерти». Зона смерти – это высоты выше 8000 метров. Это высочайшие горы планеты, Гималайи. Две горные системы – Каракарум и Гималайи на планете. в которых находится 14 гор выше 8000 метров. Вот высоты от 8000 метров и выше называются, принято так называть, их зоной смерти. Ну тому есть много объяснений, почему так. Я считаю, там много умерло. Но не только из-за этого, больше из-за того, что вы не можете позволить рисковать делать такие вещи, которые приведут к летальному исходу других людей, которые будут заботиться о вас. Я не знаю, понятно или нет, я выразился. Грубо говоря, вы идете и подымаетесь, и с вами случается что-то над этой высоте. Вам никто не поможет. Если кто-то будет вам помогать, то он, возможно, погибнет. Поэтому у вас должно быть очень высокий уровень ответственности. Раз, очень высокая подготовка. И настолько вы должны и физически быть готовы, и в большей степени психоэмоционально настолько должны быть настроены, чтобы исключить подобные ситуации. Вот у нас в прошлом году случился трагический случай. Ну, не с нами, а с человеком, который был в параллельной экспедиции с нами. Это случилось в Пакистане, на Вроудпике, на Восьмитысячнике. Вот. Но мы сейчас тоже об этом фильм делаем. Как раз такой серьезный из компании «Централ Партнершип» и в партнерстве с Министерством культуры Российской Федерации. Фильм уже готов. Должен релиз быть летом, я думаю, в кинотеатрах. Можно будет его посмотреть. Скорее всего, прокат будет по России. Название «Кислород». И вот на этих высотах, на высотах выше восьми тысяч, ну, многие считают, что отсутствуют нормы морали. Вот. То есть, если человеку плохо, то я могу пройти мимо и ему не помочь. Потому что, если я остановлюсь и буду помогать, то я сам могу погибнуть. Вот. Ну, то есть, это уже вопрос этики. И как раз вот в фильме мы этот вопрос и разбираем, и даем почву задуматься о том, в каком месте стоит вообще применять нормы морали, а в каком, может быть, и нет. А, быть может, и по-другому. Не существует такого понятия и вообще разграничения. И где-то можно с моралью, а где-то нельзя применять нормы морали. То есть, человек, ну, если ты человека и себя таким считаешь, то будь любезен, неси эту мораль везде. Без исключений. Вот. И мы как раз с коллегами совершаем спуски вот с этих высот, с высот выше 8 тысяч метров. Делаем это мы без использования дополнительного кислорода. Вот. Совершаем спортивные восхождения и спуски на лыжах. Ну, и вот, чтобы себе еще сложнее жизнь сделать, мы решили еще и фильмы снимать. То есть, у вас на шлемы закоплены камеры? Нет. Все не так просто. Мы берем с собой профессиональное оборудование, камеры, тоже экшн-камеры, дроны. Я запускал тоже и на 8 тысячах работал. И потом уже, ну, понятно, что внизу другая команда операторов работает, на горе я сам снимаю. Вот все приходится затаскивать. Ну, самое сложное не только занести, а достать и работать этим. Вот это самое сложное. Право на ошибку там есть? В некоторых местах нет, потому что приходится спускаться в зонах, они называются зоной no fall. От английского нет падению. То есть там, где падать нельзя. Поэтому лыжи, допустим, крепления, мы фиксируем настолько, чтобы они вообще не срабатывали. Это совершенно неправильно на горнолыжных трассах. Если вы упадете, и лыжа не отстегнется, возможно, повредите ногу, будет перелом. Вот. Но мы специально на это идем, на этот шаг, фиксируем крепления настолько, чтобы они никогда не выщелкивались. Чтобы в случае падения не лишиться лыжи. Потеря лыжи может привести к тому, что вы летите куда-то очень далеко. Поэтому вот такие зоны, да, no fall, где нельзя падать. Ну, а не их проскребаешься, проезжаешь очень-очень аккуратно, потихонечку. Ну, как-то там пристраховываясь ледорубом. А подъем на восьмитысячник занимает, я думаю, несколько дней, да? Месяц. Даже месяц, да. А спуск сколько занимается на лыжах? Спуск обычно, ну вот мы спускаемся в первый день, когда на вершину поднялись. Спуск до штурмового лагеря, где-то там до 7-7 500. И на следующий день около четырех часов примерно на спуск уже до базового лагеря, до высоты 4 тысячи метров. Ну, примерно. Ну, то есть два дня уже до высот, которые… А первые дни – это акклиматизация, то есть месяц – это не значит, что потихонечку-потихонечку поднимаешься. Если с самого старта там с четырех тысяч пойдешь и дойдешь до шести тысяч, но тебя не откачают. То есть это нереально. Человек возьмите вертолетом, завезите на шесть тысяч. Ну, все, это не жилец. Поэтому организм надо готовить. Вот в течение недель как раз мы готовим свои организмы. Процесс этот называется акклиматизация. Поднимаемся, спустились, переночевали. Поднялись еще выше, переночевали, спустились вниз, отдыхаем. Такую пилу делаем. У вас звание «Снежный барс». Поясните нашим предвидетелям, что это за регалия? Да, «Снежный барс» – это неофициальное звание, но сегодня в мире оно пользуется таким, так называют нас. Официальное звание звучит «Покоритель высочайших вершин СССР». Утвержден он был еще в 50-х годах. И присваивается за покорение пяти семитысячников, совершенно конкретных. Это пик Ленина, пик Корженевской, пик коммунизма, высочайшая точка СССР, пик Хантенгри и пик Победа. Самый северный, самый сложный семитысячник планеты. Для того, чтобы получить это звание, надо всего-навсего пять гор сходить. Теперь у меня вопрос, к которому я вас подводил. Чем отличается Антарктида от тех мест, плохо приспособленных к жизни, где вы побывали в экстремальных местах? Вы знаете, Антарктида – это другая планета. Она не похожа ни на что. Первый раз я побывал на ней, я очутился, как будто прямо не на планете Земля. Само даже ощущение того, что ты находишься на ледовом панцире, и под тобой два километра льда уже как-то удоражит. А когда ты ступаешь по породам, по земле, вот она вершина, пусть это не крутая гора, ну какая-то, ну просто гора и гора. Но ты поднимаешься, и у тебя сознание того, что здесь никогда человек не ходил, что ты первый человек здесь. Вот именно это, вот я от этого драйв какой-то ловил. И, конечно, там нет таких опасностей именно в горном отношении. То есть там нет, мы не ходили, по крайней мере, в таких местах, где круче скальные, там по километру по два. Хотя такое тоже есть в Антарктиде. Вот. Есть трещины, но мы старались их избегать и, в общем-то, удачно с этим справились. Вот. Поэтому, если сравнивать с горами большими, Гималаями, то Антарктида совсем другая. Вообще, горы все разные. Нет гор одинаковых. Гималай, Каракарум, Памир, Теньшань. Все горы отличаются. Всегда. И ты, когда даже в каком-то отдельном районе можешь находиться, ты можешь понимать, что да, это Гималайя. Если меня взять, привести в место, где я не был в Теньшане, да, я тоже открою глаза и скажу, да, это Теньшань. Вот. А Антарктида совершенно иная, она не похожа ни на что. И вот сама поверхность льда, лед совершенно другой. Только вдуматься. Ну вот мы ходили по льду, используя альпинистские кошки. Это приспособление, которое на ботинке одевается специально такими шубами. Да. Это исключительно альпинистский инструмент для передвижения по льду. Вот в первой экспедиции, я не помню сколько в этот раз было у нас, в первой экспедиции из пяти комплектов три пары мы сломали. У меня за всю практику в горах такого не было. А в Антарктиде сломали. Лед настолько прочный, он такой перемороженный, что даже металл там ломается. Вот и переохлаждение, и твердость такая вот, вот пожалуйста. То есть это такой Марс с небольшим количеством кислорода. Да. Настоящий Марс. Да. Ну если еще красным подкрасть. Ну хорошо. Какие у нас есть там спутники, там титан, которые тоже льдом покрыты. Европа, по-моему. Европа. Да, Европа. У вас были такие ощущения, что вы на другой планете? Конечно. Вы знаете, вот мы же прилетели в аэропорт сначала. Мы из Кейптауна вылетели, прилетели в аэропорт Нова. Это где Новой Лазаревской станции. Там переночевали, и буквально мы на следующий день, значит, на Дугласе переделанном, да, Баслер, полетели вот, значит, в массив Вальтата, горы Михеева. Вот. И когда мы сели, наш самолет улетел, мы остались на этой белой пустыне, мы погрузились на свои сани, там мотосани у нас были. Поехали к горам, выбрали место, остановились, и вот начали строить палатку, и действительно было такое ощущение, знаете, вот, я в таких местах не был. Ну, вот Виталий говорит, что он и в горах не видел такого, я и в горах не так много был. Но это было нечто, понимаете, горизонт такой. Во-первых, ну, во-первых, солнце там не заходит, а оно доходит. А потом видеть такой горизонт и лед такой, знаете, вот, иногда когда смотришь, думаешь, это море что ли такое, да, вот. Как будто это море. Это морская, океаническая репь просто застыла. Нет, застыла просто. Вот, как будто океан такой застывший перед нами, такой голубой лед такой. И вот, а где это вот, где это вообще можно увидеть? Бесконечно там, до горизонта. То есть, вот представьте себе, да, что это такое? Абсолютно, вот, такого ландшафта, пейзажа такого, я не то что, я не знаю, нет его нигде больше. Я слышал, что в антаркете сейчас идет потепление климатическое. То есть, есть зоны, особенно там побережье, где, в общем, до плюс 15 доходит, что раньше не наблюдалось даже активное таяние ледников, там огромные отколы айсбергов. Вы это почувствовали в потеплении? Ну, мы, во-первых, сравнить не с чем. Да, я же не был там 40 лет назад, когда там было холоднее, грубо говоря. Ну, потом, конечно, мы были вот на станции Новолазировская, в этом Оазисе. Там, конечно, тепло. Вот днем, там же вокруг вас горы черные такой, да, и, конечно, воздух какой-то теплый. Если ветра нет, вы ощущаете, знаете, вы можете так снять даже, как будто что-то такое комфортное условие. В легкой куртке можете ходить, на самом деле, реально. То есть, там, может, минус 10, минус 15, там было, да, тепло, на самом деле. А когда вот лед, нагреться-то нечему, то есть, воздух-то, он холодный. Хотя солнце очень сильно, радиация там мощная, но здесь сказывается еще и высота. И отсутствие озонового условия, то есть, над южным полушарием, над южным полюсом. Там, особенно в том году, в прошлом году, была очень низкая концентрация озона, и было очень, значит, такое поток солнца. Конечно, это быстрый загар. 15 минут. 15 минут. Если 15 минут надо постоять на солнце, то вы точно сгорите, у вас вся кожа облезет. Вот смазались и все равно сгорали. Виталий Иванович, у меня такой вопрос. У вас, скажем так, не просто редкая профессия, увлечение, я понимаю, занятие всей жизни, да, дело всей жизни. У вас уникальное, таких людей, как вы, ну, наверное, очень немного. Вот скажите, какая, во-первых, вот какой вопрос. Вы приходите с экспедицией с самых экстремальных мест на Земле. Возвращаетесь в свой дом, кстати, откуда, с Москвой? Это отдельная история. То есть, где ваш дом вне этого мира экстремальных мест планеты Земли? Я сам родом из Камчатки, но уже лет 8-10, наверное, как уехал с полуострова, хотя каждый год туда приезжаю. Но живу в Сочи. Мы с супругой в Сочи живем, но за год я бываю там, наверное, два месяца, это максимум. Так постоянно, Москва, куда-то, ну, до вот этих событий, конечно, были постоянные экспедиции, то есть за рубежом в разных горных системах. Вот, хотя вот даже после Антарктиды мы больше месяца в Африке еще провели. Ну, решили себе отпуск устроиться. Когда вы возвращаетесь домой, когда у вас первое ощущение, вернувшись для человека вашего психотипа в ваши роды деятельности, первое ощущение, когда вы вернулись в Сочи все в дом, там, в квартиру, зашли в комнату, что у вас первая реакция? Начинается все с того момента, когда выхожу с аэропорта. Тепло. Потому что я постоянно провожу, ну, в больших горах, и накопленный вот этот, это называется холодовая аллергия, есть такой термин. То есть когда это, ну, проблема такого психологического характера, то есть ты устаешь от холода. И как только тебе тепло, в принципе, хорошо одет, но вот просто от него устаешь от этого холода. И вот когда, да, 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 да. И вот когда прилетаю домой, выхожу с аэропорта в Сочи, тепло, плюс 20, ну, там, допустим, в феврале месяце, и даже в январе, прекрасно, вот это, выдыхаешь. Наконец-то, ура, тепло. Но приезжаю домой и сразу начинаю готовиться к очередной экспедиции. Сейчас вот мы 25 апреля возвращаемся домой, а 27 уже едем на Эльбрус. То есть, когда у вас, знаете, какой вопрос? Когда у вас возникает зуд, все, я хочу дальше. То есть я приехал домой, через какой день возникает? Две недели. То есть и во все уже потребность? Две недели максимум, когда я вот столько могу дома находиться, спокойно и наслаждаясь пребыванием дома. Потом все, начинается уже, надо куда-то ехать, надо куда-то ехать. А супер ваша, как это может быть? Она со мной ездит. Ну, от нас это она, да, получается. Вам было когда-нибудь страшно? Конечно, мне постоянно страшно в горах. Мне все время страшно в горах. Я очень боюсь. Ну как, я не боюсь, мне страшно, мне страшно. Я каждый раз говорю, что все, это последний раз. Не знаю, у меня так устроено, но я уже это говорил раз 20-30, наверное. Когда что-то очередное произойдет, в 2019 году я попал в лавину. Случилось это на Ангопарбате, на высоте около 6 тысяч метров. Прекрасный день, и мы спускаемся. И здесь, ну, в одном месте, где мы под скалой проходим, я слышу звук, но шумит. И шумит где-то сверху, и нехорошо шумит. И вот поворачиваю голову, вижу, что на меня летит огромная масса снега. И, ну, я понимаю, что все. То есть, ну, вот там буквально доли секунды. Ну, нет, не доли секунды, наверное, а секунды 2-3. Прошло время, как эта масса подошла ко мне. И первую секунду у меня было мыслей, ну, минут на 5, наверное. То есть, все пятиминутные мысли, они сжались в одну секунду. Вот. И все они были на тему того, что, ну, вот я там прожил, довольно неплохо прожил. Вот. И вот теперь уже все. Ну, вот. Следующая, вторая секунда, это тоже где-то пару минут мыслей, прессованных в одну секунду, но уже совершенно другую тему. Никакую? Нет, не сейчас. Не сдамся. Нет. Я не сдамся. Скажем, варенье не сегодня, да? Да. И в этот момент я там сделал, я не знаю, вверх по склону, по вот такому глубокому снегу, выше колен. Прямо четырьмя конечностями, пару грибков. Я не знаю, как я там сумел подняться на два метра в таком снегу за там полторы секунды. И я оказался под скалой. Вот. И спрятался за нее, а вот ее там прям все облепил. И поток снежный, как раз вот я вот здесь вот со скалы спрятался, надо мной по скале, как трамплин, да, разогнался и через меня перескочил. Понятно, что снег везде у меня там залетал и в ушах носу везде был, в каждой щелке. Дышать было очень тяжело. Глаза открываешь, ничего не видно, все белая пелена. И вот потом потихонечку-потихонечку напор снижается. И ты раз так выходишь, опять солнышко светит, прекрасная погода. Живой. Фух. Что сделает нормальный человек? Убежит оттуда. Я камеру давай доставать. Надо что ж снять. И думаю, жалко, что у меня камеры не было именно в тот момент, когда лавина сошла. Кстати, все это есть в фильме, который называется «Зона смерти. Нанга Парбат». На YouTube-канале «Горная территория» у нас вон висит, поэтому можно посмотреть. Полнометражный фильм. А у вас еще были эпизоды, когда, я так понимаю, вот эта секунда, первая секунда, вся жизнь уже пролетела? Да. У вас еще были такие ситуации, когда вся жизнь пролетела за эту секунду? Ну, была история немножко хуже, когда это было не секунду, а длилось несколько минут. Два года назад я попал тоже в лавину и оказался под толщей снега в полтора метра. Полтора-два метра. И пролежал я там около десяти минут, прежде чем меня выкопали. Вот. Это мы занимались фрейрайдом. Ну, понятно, что все были с бипперами, специальными приборами, да, без которых нельзя фрейрайдом заниматься. То есть прибор, которым можно определить местное положение, направление, где такой же прибор находится. Ну, там были нюансы и, в общем, меня очень долго искали, долго откапывали. Но, в конце концов, когда откопали, я уже, ну, сознание терял. То есть я не понимал уже, что происходит. Еще буквально, может, минута, и уже было бы поздно. И там, конечно, когда ты лежишь и понимаешь, что вот он конец, и он близок, Тони, ну, мягко говоря, не по себе. Ну, вот и... Тоже очень много мыслей. Очень много. Какая самая интересная? Самая интересная? Да. Самая запоминающаяся? Ну, я про дочь вспоминал. Самая такая яркая. Вот. Про дочь и дочь как-то вот вспоминал про нее. Очень много близких, друзей, все вот так вот крутилось. Мысли роятся, там вообще нейронные связи какие-то восстанавливаются. Жуткие просто. Производительность мозга увеличивается там многократно. Вот. Но вот такая мысль была, там про дочь, про маленькую. И потом все потихонечку уже начинаешь. Ну, гипоксия, воздуха нет. И потихонечку засыпаешь. Это не больно. Фантастическое добавление. Его откопали люди, которых он в это время учил откапывать из лавин. Да. Накануне буквально за один день я проводил занятия с людьми. Показывал, объяснял в течение двух часов, как это надо делать. Вот. Мы все отрабатывали. Ну, и вот меня выкопали. Я слышал, что в таких ситуациях, когда состояние измененного сознания, вот эти нейронные связи, как вы очень четко артикулировали, да, работали в безумном темпе, может прийти мысль, почему я появился, почему в моей жизни случилась эта история, откуда она пошла, от какого там детского страха, от какого детского переживания. Ну, такое, что вот, от чего вы стали таким, каким вы есть? Очень необычно. Нет. Тогда думалось только, знаете, как капало, что пришло время. Значит, время пришло, значит, время пришло. Вот такие были, как кто-то клевал тебе в голову, пока там лежал и ждал и, ну, по сути, умирал. А потом, когда вот уже выкопали, уже когда сознание какое-то прошло, наоборот, значит не время, значит не время. И с тех пор я, кстати, вообще там фаталистом стал на сто процентов. Поясните. А? Поясните. Ну, что написано, как прописано, судьба какая будет. Кому рождено быть повешенным, тот не утонет. Даниславович, у меня вопрос теперь к вам, тот же самый, самый забавный эпизод, который вы столкнулись в Антаркее. В Антаркее, забавный эпизод, да. Ну, на самом деле очень много было. Вот когда я первый раз, значит, вышел, вот мы вышли на лед, начали ходить и, в общем-то, я знаю, что мы учились, мы говорили, давайте одевайте кошки там, вот будем ходить в кошках. И вот я что-то как-то, ну, не привычно же, я же не альпинист еще такой. Я пошел, значит, прогуляться там, да. И в какой-то момент я понял, как, знаете, вот как в кино с Чарли Чаплина, да. Я встал на этот лед и не знаю, идти не могу, вообще никуда ничего не могу, и все у меня подпрыгивает. И тут я, вот такая смешная ситуация была, я понял, что вообще никуда нельзя двигаться, вот лед такой, понимаете, он везде. И я как-то сумел пройти сколько-то метров, а дальше я уже вернуться не мог. Да, я туда падал, сюда падал. И я ребятам говорил, смотрите, если ветер подует, да, то можно вообще не истать, можно до океана, вот и по этому льду вас как парус будет нести, да. Понимаете, то есть вот такая ситуация была, ну, такая своеобразная, ну, смешная вот такая, да, вот вы ощущаете себя, просто скользко, да, как вот, я не знаю, как корову на льду, да, я не знаю, говорят же, такая смешная история. Вот такая смешная вещь. Ну и, конечно, вот, ну, да, с салом, скажем, да. У нас это основная пища, вот в Антаркете, пока мы жили, это сало было действительно. Это вот такая удобная пища, его отрежать, знаешь, во-первых, там комфортный климат для сала, да, холодно, оно всегда, так сказать, в готовом состоянии, не растаявшее, все, значит, пока вы режете, оно немножко подтаяло, вы его кушаете. И сало, оно мгновенно дает какую-то энергию, тепло, вам же нужно тепло вырабатывать, да, вот, а вот сало, оно как-то быстро-быстро, и вот вы можете там, да, у нас была очень хорошая пища, значит, наши спонсоры сделали прекрасные такие пакеты, вы заливаете кипятком там, и у вас там, либо там чуть не эти, не стоите, да, практически, там все это вот еда такая, сублимированная такая пища, ну, прекрасная просто, фантастическая еда, вот, но вот, несмотря на все это, на то, что все это было, сбыло, но самая популярная еда, это было сало, да, вспомните, как яйца как готовили, да, 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 заранее еще, только прилетели на Ново-Лазаревскую станцию, и, ну, взяли в Кейптауне с собой ящик, по-моему, яиц, и понятное дело, что они же там все перемерзнут, ну, вот, как вот яйцо в скорлупе, как его там пожарить, никак, или если варить, оно уже будет лопнутое, потому что тоже от холода, от промерзания полупается, и что мы сделали, мы, значит, их выливали в пакетики, в зиплоки, поскольку там, ну, по 6 штук, да, и их уже просто на улицу выложили, и они там замерзли, да, и вот в пакетиках таких уже замороженных, уже разбитые яйца взяли с собой туда в автономку, завтрак, раскрыли пакет, вывалили на сковородку, сковородку пожарили, все готово, 5 минут, яичница готова, да, и вот, конечно, вот я еще хочу вернуться, вот, Виталий, то, что он снимал все время, да, вот он, он фанат, конечно, он все время, вот, правда, он все время думает, там, а, вот это мы кадры неправильно снимали, потом, значит, мы идем, идем, мы, так, ребята, давайте, значит, собирайтесь, вот давай вот этот кадр будем переснимать, да, мы работать хотим, да, давайте вот сюда выстроились, сюда пошли, вот сюда подошли, вот эти взяли, то есть как-то, ну, вот ощущаешься таким киноактером как-то, он, у него все, а, идея пришла, давай-ка вот это переснимем вот так вот, да, то есть, ну, как кино, понимаете, как вот киносъемка такая. И вот я еще, знаете, что хотел сказать вот по поводу того, что вот мы были в этой экспедиции, вот когда вы живете в таком месте, где у вас стресс непрерывный, да, какой-то, то вот эти люди, вот с кем вы там ходите, это очень важно, конечно. Наверное, вот говорят, пойдем, пойду в разведку, не пойду в разведку с людьми, да, вот это очень колоссально, конечно, важно. И вот мне все это время, и, значит, когда мы познакомились, вы знаете, было комфортно. Вообще, конечно, ко мне они относились так вот, с уважением, там, профессор, там, вот, что там он несет, возьмите у него, там, ну, тогда, ну, это самый старый там был, вот. И вообще, конечно, с этими людьми очень комфортно, потому что они, у них какое-то вот отношение, вот, другое, знаете, вот, это, ну, наверное, эти люди не могут выжить в горах, если вот, вот это вот, хотя он и говорил, что там, в зоне смерти, там, типа, морали нет, там, да, нет, это, конечно, да, наверное, там, это, можно об этом говорить, об этом можно думать, философствовать, но, Но эти люди, они особенные, понимаете? С ними комфортно, понимаете? Я ощущал себя всегда в комфорте таком. То есть я, там, Руслан там, он все время встанет там кушать, приготовить, чтобы я там пошел, там все-таки кушать готовил, там же воду как, там лед разбил, там растопил лед, там таблеточку бросил, выпил. А пить надо всегда, потому что воздух очень сухой, вы дышите, у вас весь воздух, вся вода как бы выходит, да? Вам нужно все время пить, пить, пить нужно, термосы. То есть нужно все время, чтобы у вас еда была там, питье было, вот это все нужно было делать, готовить как-то. То есть обычные бытовые вещи. Да, бытовые вещи. Бытовые вещи очень много времени. Я же непрепособленный человек. Вот мне всегда там, вот это было мне как-то очень комфортно с этими людьми. И, конечно, вот, наверное, одно из таких вот впечатлений, достижений, это то, что я приобрел новых друзей. То есть эти люди, вот, они постоянно у нас там, ну, сейчас там, в сети, там, мы постоянно переписываемся, там, фотографии. Вот мы вчера ходили, там. У нас даже есть чат, называется карантинный чат. Чат называется карантинный чат, да? Это тоже смешно. Да, да, да. Потому что по прилету в Кейптаун мы обязаны были просидеть две недели в карантине. Это требование было не ЮАР, а именно... Просилай. Да. Ну, антарктические требования. Антарктические требования, да. Чтобы в Антарктиду не завести что-то нехорошего. Вот, и мы создали там карантинный чат, который до сих пор живет, постоянно обмениваемся, дружим. Я сделаю свое предположение. Вот люди, которые занимаются подобными экстремальными вещами, как Виталий Иванович Лазов, там одна из особенностей, ну, мне кажется, да, могу ошибаться, это искренность. То есть там предельная искренность, и вот то, что на земле искренность это на самом деле не всегда встречается. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда надо играть в игры, а там этих игр нету, потому что любая игра там, это, ну, трагедия часто заканчивается. Вот. Есть ли это ощущение, что вот вам некомфортно с людьми здесь, которые... Вы знаете, вы правильно говорите по поводу искренности. Дело в том, что в таких условиях все очень четко считывается. Вот любое поведение человека читается вот так. Здесь можно называть своего, ну, определенного какого-то человека другом, но который реально тебе не друг, потому что случись или попади ты с ним в какую-то, ну, сложную ситуацию, жизненную, выяснится, что он не друг-то и вовсе. Хотя ты его там в 10 лет считал другом, а в горах, в сложных ситуациях, тебе достаточно часа, двух часов, чтобы с человеком подружиться. У меня немало, неоднократные такие примеры есть. У меня есть друзья, с которыми я вот сдружился, ну, просто за там несколько часов, потому что я видел, как люди себя ведут, ну, наверное, я тоже как-то себя там определенным способом повел, и мы четко поняли друг о друге, кто есть кто. А здесь это, ну, вот в наших условиях, в таких вот, ну, цивилизованных, люди прячутся за ширму, люди надевают маски, вот, а там эти маски, вот эта сама обстановка, она их сдирает, эти маски. Мне кажется, люди, у которых достаточно большой слой масок, они просто не впадут. Ну, тоже верно, да. То есть, Высоцкий был прав? Абсолютно, причем он никогда не ходил в горы, на самом деле. Я удивляюсь, насколько... Только при съемках вот немножко, да. Да, насколько можно было такие вещи, проникновенные, написать, что веришь на сто процентов тому, что он пишет. Удивительно. Если, Виталий Иванович, у Вас есть... Возможно, я не задал какой-то вопрос, который Вы хотели услышать. Но, вот, он не задал, ну, потому что, ну, я не вы. Конечно. Когда будет релиз фильма про Антарктиду. Вы знаете, когда вы... Ага, хорошо. Вот. Где можно посмотреть работы, которые уже созданы. Или, которые сейчас вот на выходе, потому что у нас несколько же картин в работе находится. Вот. Отвечаю. Да, релиз Антарктиды, послание, послание из космоса. Я думаю, что мы сделаем к концу лета. Скорее всего. Может быть, в середине лета или в конце лета. Во второй половине. Фильм «Кислород» уже сдан в Министерство культуры. И я думаю, в течение месяца мы определим с датой релиза. Скорее всего, это тоже будет начало лета. Прокат в кинотеатрах, скорее всего. Но там у нас в двух версиях он выходит. Это фильм «Кислород». И один полный метр, который в кинотеатре должен выйти. И потом появится пятисерийный вариант. Пять серий. Каждый по пять минут, по пятьдесят минут. Уже появится на платформе. Не знаю пока на какой. Этим тоже размещением на платформе будут заниматься коллеги из «Централ Партнершип». Дальше мы планируем съемки фильма в августе и в сентябре о Камчатке. Поедем, планируем поездку на полуостров. Корякию о местных жителях. О коряках, и венах, и тельминах. И о красотах Камчатки. Но это будет тоже непростая картина. С выходом на дальнейшие, на другие центры красоты и культуры в России. Бурятия будет, на Салтай, и так далее. Что еще? Я что-то забыл. А, ну и посмотреть те фильмы, которые уже были созданы, можно на канале «Горная территория». YouTube-канал «Горная территория». И я очень надеюсь, что и те фильмы, которые вы сейчас заявили, и участие, которых принимал Даниил Карлович, про Аттарктиду, я так понимаю, тоже вы там принимали участие. Конечно. И на нашем телеканале Казанского университета, студенческом телеканале Универ ТВ, они тоже рано или поздно появятся. Даниил Карлович, директор института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета, проректор по направлению наука о земле. Я ведущий журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова